В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радиоэха Москвы начальник штаба 15-й армии воздушно-космических сил, особого назначения, Анатолий Нистичук. Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит. Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно, ни минуты, ни десятки минут, более десятков минут, так скажем, сказал он. Нистичук также отметил, что ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в новой государственной программе вооружения после 2025 года. Нам очень важно получать информацию о противнике на других стратегических воздушно-космических направлениях. Мы знаем эти места и очень активно работаем над тем, чтобы в последующем в государственной программе вооружения коллегами в Министерстве обороны это было воплощено в конкретное решение, добавил начальник штаба. По его словам, в рамках нынешней госпрограммы в 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022 — в Оленигорске и в 2024 — в Севастополе. Российские власти неоднократно подчеркивали, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты, Москва теоретически может нанести ядерный удар только в ответ. По словам президента Владимира Путина, такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз троектории полетов и время падения боеголовок на территорию России. На этой неделе глава государства отметил, что ситуация с безопасностью в мире стала хуже после того, как США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он выразил уверенность, что, пока США не приняли окончательное решение о размещении ракет в Азии, есть возможность урегулировать ситуацию.